С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий. В мае 2023 года ОБСЕ обнарудовала результаты отчёта, подготовленного специальной миссией. Та пришла к выводу, что практика принудительного перемещения украинских детей в Россию или на временно оккупированной территории может считаться преступлением против человечности. Кроме того, эксперты ОБСЕ подчеркнули, что права депортированных в Россию детей грубо нарушаются. Есть разные элементы этого феномена, которые поражают. То, что в третьем десятилетии 21 века происходит насильственная депортация, наиболее уязвимая группа населения детей – один из них, а также масштабы, которые приобрёл этот феномен. Вероника Белкова – участница третьей миссии ОБСЕ по Украине. В интервью Дойче Велло. Прокуратура и СБУ впервые с начала полномасштабной войны против Украины сообщили трём лицам о подозрении в связи с похищением 48 воспитанников Херсонского дома ребёнка и принудительном вывозе их в Россию. Их действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны. Среди подозреваемых – депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, начальник незаконно созданного оккупационными властями Департамента здравоохранения Херсонской области и исполняющий обязанности главврача Херсонского областного дома ребёнка. Следствие установило, что по состоянию здоровья дети не нуждались в отдельном лечении, однако их вывезли в аннексированный Россией и Крым. Сейчас их судьба остаётся неизвестной. По состоянию на 16 июня Украина подтвердила незаконный вывоз 19 499 детей. Также белорусские аббозиционеры сообщали, что 2150 украинских детей, в том числе сирот в возрасте от 6 до 15 лет, были депортированы в так называемые оздоровительные лагеря и санатории на территории Беларуси. Украинские дети незаконно депортируются и насильственно перемещаются не только на территорию России, но ещё и на территорию Беларуси, где их также подвергают обработке и пропаганде русским миром и хотят всячески заставить украинских детей забыть о том, что они украинцы. С февраля 2022 года российские оккупанты вывезли из Украины на территорию Российской Федерации 700 тысяч детей. Об этом заявил российский чиновник Григорий Карасин. Он назвал это спасением от бомбардировок и обстрелов, которые, к слову, устраивают сами же российские военные. В Главном управлении разведки Украины считают, что для оккупационных войск России дети Украины стали фактически военным трофеем. Киднеппинг и депортация несовершеннолетних граждан Украины стоит в перечне тяжких преступлений, совершённых государством-агрессором. За принудительный вывоз детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию Международный уголовный суд выдал ордера на арест кремлёвского диктатора Владимира Путина и так называемого «уполномоченного» по правам ребёнка в России Марии Львовой-Беловой. Главное управление разведки Министерства обороны Украины из сообщения в Facebook. «В России законодательно хотят оправдать депортацию детей из Украины, сообщает британская разведка. И сейчас Кремль проводит активную информационную операцию, направленную на выгораживание действий Путина, которые касаются похищения украинских детей». Сообщения о правах детей, вероятно, являются важной коммуникационной темой для Кремля, поскольку предполагаемая депортация детей легла в основу ордера Международного уголовного суда на арест президента Путина, выданного в марте 2023 года. Из официального отчёта британской разведки в Твиттер. За все военные преступления, в том числе и похищение детей, Россия будет наказана. Парламентская Ассамблея Совета Европы уже признала геноцидом депортацию и насильственное перемещение украинских детей на территорию России.